Зелёный свет, дорожники увеличили грузоподъёмность переправы через УС-УСУ до 10 тонн. Дальше только больше, расскажем подробности. Очередной отказ временную автодорогу на Реймар-Тельвиска вновь не приняли в эксплуатацию. Всему виной плохую качество проезжей части, покажем репортаж. Свершилось в посёлке Красное, завершился капитальный ремонт детского сада. Почему строители затянули сроки со сдачей? Как теперь выглядит обновлённое дошкольное учреждение? И на Реймар готовятся к крещенским купаниям, где в этом году организуют и Орда. Никогда можно будет погрузиться в святую воду. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Грузоподъёмность ледовой переправы через Печору в районе посёлка Усть-Усса увеличена до 10 тонн. Постепенно тоннаж собираются повысить до 25. Об этом сообщает Коминформ со ссылкой на руководителя администрации села Усть-Усса Валерия Старигина. Сейчас зимник открыт для легкобых автомобилей и легковесных грузовиков. Одновременно продолжаются работы по наращиванию толщины льда на переправе. Благодаря этому в скором времени её тоннаж будет поднят до 25 тонн. Однако, по сообщению усинских водителей, несмотря на ограничения в 10 тонн, некоторые водители фур, рискуя жизнью, с состоянием зимника проезжают по льду. На переправе движения никто не контролирует, говорится в сообщении. Напомним, длина переправы в районе посёлка Усть-Усса составляет 1200 метров. Этот зимник связывает Ненецкий округ и ряд населённых пунктов соседнего субъекта с другими регионами России. Он был официально открыт 10 января текущего года. Зимнюю автодорогу Нарьинмар-Тельвиска снова не приняли в эксплуатацию. Трасса, которую подрядчик Транскоми-Сервис планировал сдать ещё в декабре прошлого года, а по оценкам приёмной комиссии, которая сегодня протестировала дорогу, абсолютно не готова для движения транспорта. Подробности в материале Ольги Руссел. Протяжённость зимника Нарьинмар-Тельвиска составляет всего 5,7 километров. Контракт на обустройство данного дорожного объекта выиграла компания Транскомсервис. По его условиям, она должна была подготовить зимнюю автодорогу от города до населённого пункта до 20 декабря прошлого года. Как вы видите, нет обстановки на автомобильной дороге, переправа не готова, техники недостаточное количество, поэтому вот в эксплуатацию зимника затягиваются ориентировочные дни на 5, то есть до пятницы. Подрядчик обещает выполнить эти работы, но будем надеяться, что он выполнит свои обещания. В строительстве зимника принимают участие один бульдозер, водовоз, два работника, которые занимаются установкой вешек и намораживанием ледовой переправы через реку Казённая Виска. Сейчас толщина льда на ней составляет примерно 60 сантиметров. Подрядчик во всём винит погодные условия, однако, по мнению членов приёмной комиссии, причина в другом. Подрядчик не имеет никакого опыта в устройстве данных дорожных объектов. Первоначальная цена государственного контракта была 8200, они забрали за 5200, значит, говорили всем о том, что они смогут справиться с нашим контрактом, с нашими условиями, с нашим зимником. Но в итоге опыт показал о том, что нет, потому что фактически зимний должен был быть сдан в 20-х числах декабря. Мы видим, что сейчас уже скоро 20-е числа января будут, но ввоз и ныне там. По условиям контракта за каждый день просрочки сдачи дорожного объекта в эксплуатацию к подрядчику будут применяться штрафные санкции. Так, на сегодняшний день сумма штрафа составляет уже порядка 1 миллиона рублей. В следующий раз приёмочная комиссия приедет на зимник через 5 дней, но будет ли он тогда принят в эксплуатацию, неизвестно. Ольга Русл, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Другим темам капитальный ремонт детского сада в посёлке Красное завершён. Объект был сдан ещё 4 января, ну а сейчас там продолжаются подготовительные работы для открытия учреждения. Накануне в населённом пункте побывали заместитель губернатора Наталья Сидорова, руководство регионального департамента образования, культуры и спорта, а также представители окружного парламента. Все вместе они оценили качество проведённого ремонта в детском саду. Подробности у Ивана Кутенникова. Полным ходом в детском саду сейчас идёт сборка мебели и уборка помещений. Трудятся здесь едва ли не всем посёлкам. Правда, рабочей силы всё равно не хватает. Мужчин, конечно, не хватает. Мало мужчин у нас. Надо вешать карнизы. А карнизы ребятам-студентам тоже тяжело доверить гипс-картон. Надо найти, куда их прикрутить, чтобы шторы потом хорошо висели. Капитальный ремонт стал первым с момента постройки детского сада. Здание появилось в населённом пункте в 1980 году. Контракт на выполнение работ обошёлся окружному бюджету в 35,5 миллионов рублей. При начальной максимальной цене договора в 52 миллиона. За время модернизации были полностью заменены стены, полы и потолки, а также системы тепла и водоснабжения, электропроводки, канализации и вентиляции. Кроме того, здание обшили и утеплили снаружи. И таким образом решили главную проблему. То есть понимаем, что тепло, то, о чём как раз была главная проблема у детского сада, что детишки замерзали, эта проблема решена сейчас. Сейчас главную задачу ставим, чтобы быстрее его запустить, то есть для того, чтобы были созданы комфортные условия. Сейчас вместе с заведующим детским садом оценим ещё потребность в игрушках, ещё в мебели и также будем этот вопрос решать, чтобы уже дети зашли в достойное красивое здание, где им было бы комфортно как раз находиться. И все были довольны и педагоги, и дети, и родители. С 1 сентября прошлого года детский сад временно размещен в малом здании местной школы. Сейчас туда ходит порядка 40 детей. Исключение малышей, ведь для них нужны особые условия. Когда ребята смогут вернуться в уже отремонтированный детский сад, пока сказать сложно. Всё-таки работы ещё немало, да и мебель до сих пор пришла не вся. Когда стали собирать, столкнулись, что у нас попортилась мебель, потому что старая мебель была разобрана, и собирать очень тяжело идёт, и поэтому нужна новая мебель, конечно, необходима. Но на данный момент у нас заказано 40 кроватей новых. Вот они 31 января должны прийти, потом 15 столов на старшую подготовительную группу, и, естественно, кроватка и матрасы. По словам Галины Храповой, ещё одной важной проблемой, которая волнует педагогов учреждения, необходимость возвращения должности воспитателя по ненецкому языку. В своё время по причине оптимизации её убрали. Всё-таки национальный садик, всё равно нужны в округе, мне кажется, национальный садик. Национальный язык? Да. Плюс год языков. Да, и мы почему-то как-то все на педсовете тоже к этому склонились, что нам надо как-то обратно на национальный детский сад вернуть его, и обратно ненецкий язык. У нас, в общем-то, неплохие были программы уже, материалы, всё. Помимо детского сада представители рабочей группы осмотрели и другие важные учреждения образования в населённом пункте, а среди них и школа-интернат, которая также нуждается в капитальном ремонте. Причём работы могут начаться уже в этом году. Обследование это было у нас, когда центр заказчика же обследовал все здания. Сейчас надо проект составить грамотно на капитальный ремонт. Мы планируем этим заняться в этом году. Сначала начнём с наших хотелок, пропишем, что мы хотим, обратимся в какую-нибудь из организаций, чтобы они написали нам проект грамотно. А там уже будем обращаться к вам, наверное. Это помещение раньше было столовой, но сейчас воспитанники учреждения питаются в здании новой школы. Как заявил Владислав Литков, сейчас здесь можно оборудовать небольшой зал для художественной самодеятельности. У нас в мыслях здесь сделать небольшой актовый зал для детей, чтобы они сами могли поставить для себя какие-то небольшие спектакли, развиваться творческие поступления какие-то. Можно было небольшую сцену здесь сделать, можно пельнино сюда поставить, ну и так далее. Побывали представители власти, а также сотрудники профильного департамента и в местном доме культуры. Основная проблема – в здании очень холодно. Мы писали претензию с Север-Жилкомсервис. Они отреагировали, приехали, вот замеряли, но пока результатов нам никаких не дали. Ну, приезжают, смотрят, смотрят. Впрочем, как заверила заместитель губернатора Ненинского округа Наталья Сидорова, в скором времени этот вопрос будет решен. Учреждение попало в программу по модернизации сельских домов культуры. Хочу сказать о том, что планируем отремонтировать данное здание в рамках реализации национальных проектов. Вообще до 2024 года планируется отремонтировать 8 сельских домов культуры, в том числе и Красная. И на ближайшую сессию собрания депутатов будем выходить соответствующая заявка и по разработке проектно-осмехной документации. Еще один важный момент, который волнует многих жителей поселка – чем молодежь может заниматься во внеурочное время. Одна из озвученных сегодня идей – появление в населенном пункте музыкальной школы. Раньше департамент прорабатывал вопрос о том, чтобы здесь начали работу, поселок большой, детей много. Именно музыкальная школа, чтобы начала свою работу. Теперь эти помещения есть на базе школы. И в принципе будем смотреть, обсуждать с руководителем школы искусств нашей городской, чтобы они организовали здесь обучение детей именно музыкальной школы, либо художественного отделения. Уверенность в востребованности такого учреждения в Красном у представителей профильного департамента есть. Все-таки поселок большой и желающих заниматься творчеством должно быть предостаточно. Иван Кутеников, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Лучшего предпринимателя Ненецкого округа наградили почетные грамоты губернатора региона. Игорь Бурданов, возглавляющий предприятие «Спутник», которое специализируется на компьютерных технологиях, был отмечен грамотой за вклад в информатизацию региона. Награждение состоялось в кабинете руководителя департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко. Игорь Бурданов стоял у истоков компании «Спутник», принимал участие во множестве проектов в компьютеризации предприятий в регионе. Самым сложным в работе бизнесмен в условиях Крайнего Севера считает логистику. Когда я начинал, ну я профессионально этим занимался, потому что я работал на ремарсовой разведке на усилителем центре, который, кстати, и строил, по ремням был построен. Тогда ведь, кроме машиносчетной станции, никаких компьютеров, ну арифмометры еще были, калькулятор, ничего не было. И вот мы начинали, первые компьютеры, первые программы, которых не было, их писали программисты на прикладных, там это был Суперкалк, это современный Excel. То есть сами писали программы, Фокс Про, потом уже появились и Парус, и 1С, которые мы, Моя компания за много лет, ну с начала 90-х фактически, мы, наверное, в большее количество организаций, в огромное количество организаций мы поставили, внедряли программы, учили. Традиционно в рамках недели предпринимательства в Ниньском округе глава региона поощряют лучших бизнесменов региона. В регионе завершилась вакцинация населения против гриппа. Ее прошли порядка 20 тысяч жителей округа, в том числе 8 тысяч детей. Таким образом, было привито более 45% населения. Напомню, бесплатная вакцинация против гриппа в регионе стартовала в сентябре прошлого года. Ее проводили заранее, до наступления периода высокой заболеваемости, чтобы сформировать у жителей региона иммунитет к вирусу. Для этого использовались вакцины Севи-грипп и Гриппол-плюс, которые были закуплены по федеральной программе и за счет регионального бюджета. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Ниньскому округу, по данным мониторинга на минувшей неделе, заболеваемость ОРВИ в регионе не превышала недельных эпидеологических порогов во всех возрастных группах. Жители региона могут внести свои предложения по проведению Года здоровья. Напомним, тема 2019-го выбрана по итогам общественных обсуждений и двухнедельного онлайн-голосования. Оно проводилось на странице официального паблика Ниньского округа в социальной сети ВКонтакте. Всего в голосовании приняли участие порядка 2500 жителей региона. Из них около 1000 человек или 40% проголосовали за Год здоровья. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты, план мероприятий и инициатив в рамках Года формируются в настоящий момент. Предложения от служб ведомств учреждений, участвующих в работе по пропаганде здорового образа жизни, принимаются профильным ведомством до 18 января. Также до следующей пятницы включительно жители округа могут внести свои предложения и озвучить идеи по проведению Года здоровья в Ниньском округе на официальной странице профильного департамента ВКонтакте. В Наринмаре готовятся к крещенским купаниям. В этом году Иордань традиционно будет организована в районе Качгартинской курьи. Установкой купелей займется коммунальное предприятие «Чистый город». Вручную и с помощью техники рабочие подготовят площадку для Иордани. О том, когда можно будет погрузиться в святую воду, расскажет Александра Литкова. По словам специалистов, толщина льда на Качгартинской курье сейчас составляет порядка 40 сантиметров. Этого достаточно, чтобы провести купание. Ледовое покрытие сможет выдержать вес свыше 10 тонн. Купель для купания будет оборудована спусковой лестницей, поручнями и деревянными мостиками до балка. Территорию обнесут оградительными решетками. Для удобства установят вагончик для переодеваний, уложат мостки, а также установят прожекторы. За порядком и безопасностью граждан будут следить 49 сотрудников экстренных служб. Купание будет организовано с 18.00.18.00 до 19.00.19.00. Перерыв купаний будет с 2.00.00 до 7.00.00. То есть в этот период нельзя будет приходить и купаться. В период организованного купания будут дежурить все службы, обеспечивающие безопасность людей и правопорядок. То есть это будут и сотрудники МВД, Росгвардия, спасатели, государственные инспектора ГИМС. Крещение Господне – один из самых больших праздников Русской Православной Церкви. В этот день принято набирать в церкви освященную воду, которая наделена чудодейственной силой, а потом самые храбрые верующие погружаются в Иордань. Взять с собой для купания в первую очередь нужно большое махровое полотенце, чтобы после купания растереться и избежать переохлаждения. Также нужна удобная сухая сменная одежда, которую можно быстро надеть, и горячий чай в термосе. Опускаться в воду нужно постепенно. Резкое погружение может вызвать спазм сосудов. Если вы все-таки нацелились принять участие в купании, то это общие рекомендации. Во-первых, постепенное раздевание. Сначала по пояс, потом нижнюю одежду, ногами на снег. Произвести растирание тела, такую разминку, растирание. И постепенное спускание, вхождение в воду. И находиться в воде недолго, не более 30 секунд, 1 минуты. Этого времени вполне достаточно, чтобы погрузиться три раза под воду с головой, как это принято. Ни в коем случае не стоит совершать обряд очищения в алкогольном опьянении. Кроме того, не должно быть противопоказаний по здоровью. Поэтому тем, кто решил совершить погружение в прорубь, стоит проконсультироваться с врачом. Прежде всего, это люди с хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердца. Любые болезни сердца, особенно аритмии, явные противопоказания к купанию. С сахарным диабетом, с заболеваниями, остеохондрозом, заболеваниями позвоночника, артрозы. Любые острые заболевания. То есть, если в этот период пациент болеет острой вирусной инфекцией или какими-то другими острыми воспалительными заболеваниями, то в крещенские купания лучше не участвовать и не рисковать своим здоровьем. Сама же Иордань откроется в 6 часов вечера 18 января и будет работать до 2 часов ночи. Затем вновь откроется в 7 утра 19 января и будет доступна для верующих до вечера. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Добрый и щедрый вечер, жирная кутья, щедруха. Так раньше называли Василий в день, который славяне праздновали 14 января. Его с нетерпением ждали на Руси, ведь считалось, что он программирует события предстоящего года, поэтому, чтобы жить сытно и счастливо, соблюдали все нужные традиции. Например, чрезмерно много ели, жарили поросенка, варили специальную кашу, а еще гуляли от души, с поцелуйными играми, хороводами, частушками, а также проводили другие интересные обряды. Их всем желающим продемонстрировал Коми-отдел этнокультурного центра. Там прошел праздничный вечер, посвященный Василий Мудню. О том, кам повезет в этом году, расскажет Любовь Пермякова. Это сейчас люди с закрытыми лицами у хозяев дома вызвали бы испуг. А раньше у Коми-народа такие незнакомцы были желанные гости, ведь ходили не ко всем подряд, выбирали гостеприимных хозяев. Им и несли праздник. У нас всегда был баяни с собой. Мой дядя Адольф хорошо играл. Мы ходили по домам, пели Коми-национальные песни, плясали, и нас угощали калитками, шанишками, конфетами. Мы обходили те дома, где хозяева были добродушные, приветливые. И это считалось Коми-обидой, если к ним не зашли мошкуры, называется. Считалось, что если ряженые пришли, значит, весь год в этом доме счастье будет. Вообще у Коми-народа этот праздник был в особом почтении. Его еще называли Василий Лун. В старину накануне Васильева дня устраивали песни, танцы, игры. Молодежь его ждала с особым нетерпением. Вечером собирались обычно в самой большой избе. Там устраивали посиделки, где можно было не только от души повеселиться, но и найти свою вторую половинку. А вот у Коми-народа, например, как раз проходил выбор пары в это время. На Василий в день именно. Были специальные игры, специальные хороводы. Когда выбиралась пара, она год. Ну, как бы, если они понравятся друг другу, то они, ну, как бы, женятся. Но это на год считалось, что они должны просто встречаться, заботиться друг о друге. Поэтому не случайно на таких посиделках целовальные игры устраивали. До выбор пары делали столько смеху, до веселья было. Под конец все садились чаевничать в складчину и расходились парами под гармошку, прогуливаясь по деревне. А те, кто не успел встретить свою судьбу, гадали. Например, бросали валенки. Было такое гадание. Например, брали валенок, стояли спиной к выходу и бросали валенок через плечо. Если валенок упадет носом, носком к выходу, значит, девушка выйдет из дома, значит, она выйдет замуж. Если нет, то, значит, ей еще целый год сидеть дома. По крайней мере, год. Вообще время Коми-народ в празднике не терял, от души веселился. Их игры, традиции и обряды с годами, как показал вечер в этнокультурном центре, не утратили свою актуальность. Интерес у современной молодежи они вызвали нешуточный. Я решила сходить, и мне очень-очень нравится. Поиграли, попели, посмеялись. Очень-очень интересно. Завершился праздник народными песнями и, конечно, дружным хороводом. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.